Утро на седьмом продолжается и, как обещали, у нас уже есть гости, которые таким волшебным способом буквально появились в нашей студии. Встречайте, это Виталий Лускарий, Виталий Горбачевский, иллюзионисты и обладатели многих наград. Перечислять их не буду, их действительно очень много, и украинские, и международные награды. И говорить мы будем сегодня о предстоящем концерте «13 иллюзий», который называется 19 мая, совсем скоро будет в филармонии. «13 иллюзий» — это доброе утро. Доброе утро, Деса. «13 иллюзий» означает, что будет всего 13 номеров у вас? Нет, это будет 13 эффектов, магических эффектов. На самом деле у нас программа около двух часов длится. То есть два часа беспрерывного удивления, непонимания и таких загадок. Ну и, конечно же, юмора. Ну, расскажете в общих чертах, что это будет? Или все-таки не стоит предварительно? Почему 13? Потому как в жанре иллюзии есть 13 эффектов. Мы насчитали, во всяком случае, когда создавали эту программу. Например, это какие? «Исчезновение», «Появление», «Распиливание», «Телепортие» и «Чтение мыслей». И все остальное. Левитация. И мы решили все 13 эффектов использовать в нашем шоу. И поэтому мы называли «13 иллюзий». Не первый раз показывать эту программу. В Одессе мы уже приедем третий раз с удовольствием. Мы просто влюблены в этот город уже с рождения, так сказать. И здесь люди как-то по-особому относятся к магии, к иллюзии. Понимаете, здесь какое-то такое детское удовольствие люди получают. Ну, а нам это, конечно, очень приятно. Наверное, просто одесситы привыкли, что их пытаются с давних времен на песночки обмануть. А и к нам они приходят удивляться. Поэтому, наверное... Вот хотите удивиться прямо сейчас? Конечно. Отлично. Смотрите. Вот это вам нуждали весь эфир. Ага. А вот почему. Смотрите, это обычная колода карт. Вам видно всем? Да? Я ничего не буду делать. Будете делать вы. Возьмите столько карт, сколько хотите, и отложите в сторону. Теперь это сверху. Ну, то есть... Да. Теперь вы возьмите, пожалуйста, любое количество карт. Снимите это сверху. Так. А теперь вы еще раз срежьте. Положите. А эту карту посмотрите. То есть, так, чтобы я не видел. Можете показать на камеру. Так, чтобы я не видел. Я точно смотреть не буду. Даже если увижу, я ему не скажу, какая у вас карта. Итак, моя задача угадать эту карту. То есть, вы тасовали, перемешивали. Ну, предположу, что эта карта черная. Да, ну ладно. Черная карта, а масть, ну, масть, наверное, ты скажешь. Я масть не знаю. Фокус твой ты показывай. Я не буду тебе помогать выкручиваться. Черная карта, это трефа, скорее всего. Трефа? Да, абсолютно верно. Трефа. Ну, конечно же, главный вопрос, как? Это очень просто. Это просто. Если вы связаны с магией и этому учитесь и с этим живете, для вас это очень... Можно посмотреть, там не все короли слушают? Да, пожалуйста. Для того, чтобы заниматься такими фокусами, такими иллюзиями, нужно обладать какими-то специальными талантами? Или этому можно научить? Ну, для начала нужно просто любить, удивлять. Опять-таки, подчеркиваю, не обманывать. Мы фокусники не обманывают, они удивляют. Надо любить это и получать удовольствие от того, что ты делаешь маленькие чудеса. То есть, в принципе, любой маленький мечтатель, который хочет завладеть этим талантом... Если чего-то хотеть, можно, конечно же, научиться, но есть ступени, по которым придется подниматься, и подниматься выше, и выше, и выше. Не секрет, что сейчас публика такая достаточно требовательная, а детская публика вообще отдельный, наверное, разговор достаточно такая предвзятая. Насколько сложно сейчас людей удивлять? Сложно, но можно. Нужно даже. Потому как мы единственное шоу в Украине, лизионное, кроме нас, к сожалению, в Украине никого нет. То есть, у нас нет конкурентов, поэтому мы... Ну, есть... Такого масштаба, скажем так. Такого масштаба нет. То есть, есть другие фокусники, которые так же само дают представление, но такого масштаба, как у нас, к сожалению, еще в Украине нет. И поэтому мы этим пользуемся и приезжаем в разные города уделять других и фокусников, и людей. Сколько времени ушло на подготовку этой программы? Это трудно подсчитать. Он сам пропадает. На год. Он выигрывает, все замечательно. Я опять ушел в свои контракты, он ушел в свои контракты. Проходит еще полгода, мы говорим, чувак, ты помнишь, мы хотели делать шоу? Он говорит, точно. А давай доделаем. А давай. Бам, собрали. А, а тут еще и директор появился новый. Как, знаете, с неба свалился, у нас есть директор, он латыш. Обаятельнейший человек, но латыш, понимаете. Слава богу, не эстонец. И вот он говорит, ребята, я бы хотел с вами поработать и сделать новое иллюзионное шоу. Как вы на это смотрите? А мы говорим, а у нас уже есть. У вас есть иллюзионное шоу? Мы говорим, есть. Так давайте работать вместе. И мы поехали. И вот с этим временем мы начали работать вместе. Виталий, что вам дал участие в талант-шоу «Украина – мой талант»? Самое главное – это опыт. Опыт работы в команде, работы в шоу, работы в прямых эфирах. Ну, и личный опыт, навыки. То есть это самое главное. Сейчас… Хватит болтать, давай покажи что-нибудь быстрее. Да убери свои карты, у меня свои есть. Окей. У нас сколько есть времени? Ну, немного. Немного. Очень быстренько. Вы не против, если я вам залезу в голову? Против. А если по-настоящему? Но только осторожно. Осторожно. Хорошо. У вас есть хорошие мысли? Ничего не хрифуни. Разные. Разные. У меня есть колода-карта, она закрыта. Здесь есть карты, мы их откроем немножко потом. Они все время будут лежать. Здесь можете положить руку и накрыть их, чтобы никто их не забрал. И я вас попрошу представить, что в этой колоде-карте всего лишь одна карта перевернутая. Представили? Мысленно, да? А у вас сейчас в голове могут пробегать разные картинки, разные цифры. Остановитесь на любой картинке в голове. Остановились? Мысленно. Запомнили карту, на которой вы остановились? Теперь скажите всем слух, какая карта у вас прилетела к вам в голове. Даму пик. Так банально? Да. Ну, наверное, все скажут, да, все даму пик называют. Поэтому я вам сейчас дам право выбора. Вы можете даму пик отправить обратно и назвать любую другую карту. Но это вам право выбора. Меняем все-таки решение. Недалеко ушли дамы крестовая. Это последний ваш выбор? Последний? Да. Вы сами это сказали? Да. Я с вами не договаривался? Да. Скажите всем просто, что вы... Но! Вы все время держали карты. Можно? Они закрытые. Открываем. Коробочку можете проверить. Но самое интересное, что все карты у меня самые обычные. И это все дамы 3. Ни. Но всего лишь одна карта. У меня здесь дама крестовая перевернутая. Бинго! Я не знал, что вы могли сказать. Но самое классное, что дама крестовая, она не стоит так вот этой карты. Она имеет синюю рубашку. Она реально одна уникальная карта среди всех остальных. Мистика! Вау! Спасибо, что позволили залезть к вам в голову. Раскройте хоть один фокус. Легко. Смотрите. Только хотел показать. А вот смотрите. Есть такая... Когда я учился в странно-церковом училище, это было давно. У нас было прекрасное такое... Не надо это показывать. Упражнение. Почему? Не надо это показывать. Нормальное упражнение. Там дети смотрят. Отлично. Они родителям будут показывать. Смотрите. У нас была манипуляция фигами. Ну, я же не буду тебе тыкать фигу. То есть показываются пустые руки. Да? Вот ничего нет. Теперь так раз, опа, фига. Потом так подбрасываешь, сюда ловишь. Оп, сюда. Раз, сюда. Потом... Оп, сюда. Вот лови. Видите? Так можно перебрасываться и играться. Игра для... Это просто упражнение для взаимопонимания, взаимоотношений. Есть какой-то фокус или какая-то иллюзия, которая еще не получилась, но очень хочется реализовать? Хочется. Хотим взлететь. У нас очень много таких идей. Я надеюсь, скоро это получится. Да, у нас просто планы. Сейчас вот после тура мы хотим, как раз мы, Одесса, заканчиваем тур. И 20-21 числа мы перемещаемся на дачу к любимому другу для того, чтобы... В библии. Да, закупить кучу материала и там лепить чего-то, там создавать какие-то иллюзионы, какие-то эффекты. То, чего ни у кого. Это два месяца мы вот решили посвятить вот новой программе для того, чтобы уже осенью выйти с новой программой к людям. Ну, давайте прямо сейчас посмотрим нарезку небольшую из того, что одесситы увидят 19-го года. Давайте. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Есть ли какой-то своеобразный такой устав среди фокусников, нераскрыватель? Устав есть, но некоторые его не соблюдают. И поэтому могут получить канделябром по морде. Но это усложняет вашу работу? Нет, это стимулирует скорее. Стимулирует найти что-нибудь новое, идти куда-то дальше, не зацикливаться на чем-то старом. Вот и все. А если, ну, как много среди зрителей, таких скептиков, которые сидят, смотрят, выясняют, как же все-таки это все сделано? Их много. И когда идет шоу, они чувствуются. Вот ты чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит не так, как все остальные. Предвзято так. Да, да. И когда они приходят, вот тебе очень трудно работать. Но приходится работать, приходится так же само удивлять. И скептиков так же само обманывать. Поэтому... У нас вот был концерт в Харькове как-то, и звонит журналистка одна, говорит, ребята, вот я приходила там на ваш концерт, бла-бла, все классно, все это... И со мной приходил друг, там, хирург какой-то там, знаете, а он вообще... Медики, они вообще скептики, знаете, вот это вот, для них секретов никаких нет. И он говорит, вы знаете, он вышел после вашего концерта как ребенок, вот у него такие большие глаза, он говорит, там, я не помню, по-моему, Наташа ее зовут, Наташа, говорит, это так классно, я такой восторженный. Ну, вот даже человек такой, это было очень приятно слышать, конечно. Ну, так что я приглашаю даже всех скептиков Одессы, приходите и удивляйтесь. Ну, будем надеяться, что по максимуму будет вот подобный эффект, когда люди будут выходить с удивлением с вашего шоу. Давайте еще раз пригласим всех на ваше представление. Давай, приглашаю. Дорогие одесситы, дорогие гости Одессы, и все, кто нас сейчас видит, смотрит и слышали. Пожалуйста, приходите на наше шоу «13 иллюзий», и вы будете приятно удивлены, вы поучаствуете в трюках, в иллюзиях. Может быть, кто-то исчезнет, может быть, кто-то полетит, а может быть, кто-то что-то и получит. Так что интригу мы сохраним. До нашей встречи. Спасибо большое. У нас в гостях были Виталий Лускарь, победитель телевизионного шоу «Украина. Моя талант», обладатель премии Гран-при и приза зрительских симпатий международного конкурса иллюзионистов. Виталий Горбачевский, обладатель премии Гран-при Международного фестиваля фокусников Монте-Карло, World Magic Awards Лос-Анджелес, Парижа и многих других престижных украинских международных наград. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. Ну и хорошего вам концерта. Спасибо большое. Мы будем стараться. Ну что ж, и магия сегодня была, и поздравления, и все, что угодно. Хорошего вам дня, хорошего дня медицинской сестры. Мы всех поздравляем. Чудес вам больше, радости. С вами было Утро на седьмом. До следующего утра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»